Культура это не балет, балет очень важен, но культура это служение предкам и их высшим достижениям. Что ты понимаешь, что ты не пришел в этот мир голый в первый раз и единственный. Что есть люди, которые создавали выдающиеся в науке, в балете, в военном деле, в госуправлении и так далее. Поэтому в этом смысле и вопрос про Сталин, он же очень простой, это десталинизация показала. У вас есть другая модель управления, вы можете делать все, чтобы и супер-пуперы, и темпы, и люди просто были супер-демократизованные и так далее и тому подобное. Прекрасно, покажите. А мы будем сравнивать и вас хвалить, целовать и прославлять. Кто против? Ну а культура это демонстрация того, что ты находишься в историческом пространстве. Спасибо. Прошу вас. А не лучше ли совершить, скажем, еще одну социалистическую революцию и решить все остальные проблемы, опираясь на опыт прошлых лет и учитывать те же ошибки? Не лучше. Потому что, во-первых, она что-то не совершается. Я вот сегодня утром слушал радио, пока никакой статистической революции не уйдет. Поэтому это все разговор. А главный момент не в этом. Главный же момент заключается в том, что такое... Я в принципе, в принципе, я не против социализма. Вот. И у меня вопрос только один. У меня вопрос. А что значит сегодня конкретно социализм? Вот я утверждаю просто, если по-моему... Вот я... Да... Хотите, назовите это социализм. Но я утверждаю, 200 миллионов человек к концу века, седьмой технологический уклад, каждой молодой семье в 15-м году индивидуальный дом, который дает государство на сверху годных условий. Вот это для меня социализм. Я не в плане материального. Понимаете? Перевооружение промышленности на собственном отечественном станкостроении. Вот это все для меня социализм. Потому что иначе мы становимся очень абстракты. Например, социализм это значит отобрать собственность и ее всю обобществить, да? Даст ли это? Даст ли это? То, что у вас все это все при социализме все решалось? Не решалось. Не решалось. Не решалось. Не надо. Не надо. Понимаете? Я считаю, у нас есть два страшных врага в нашем сознании. И у меня, и у вас. Я не смысл, что у вас, а у меня нет. Это антисоветизм, который нас уничтожает. Не Советский Союз. Советский Союз имеет свое историческое, на мой взгляд, я согласен с Зиновьем, вершинное явление нашей российской истории. Но Советский Союз мы можем ругать, не ругать. Ему все равно. Он все. Люди, наши матери, отцы, деды, они все это сделают. Все. Но антисоветизм разлагает нас. Но есть второе состояние, что все было в Советском Союзе. Ну вот, возьмем индивидуальные дома. Я все время говорю, Советский Союз был уничтожен дачами. Ведь что такое? Вот я писал книжку «Дом в России» с выдающимся человеком. Он последние пять лет СССР был заместителем, председателем гостроя СССР. Кривом Александром Сергеевичем. И вот они с Юрием Петровичем Батальевым, который был председателем гостроя, в этой перестройке, они пять лет пробивали постановление СовМИНа о возможности индивидуального жилищного строительства. И они пробивали, и им в итоге пять лет пробили как-то уже, но вписали на неугодие. В нашей стране, где точно вопрос не в земле, как в ее формальном количестве, на неугодие. Вы представляете, сколько, если взять 70-е, даже 80-е, 20 лет, сколько человеческой творческой энергии в нас, СССР, было в эти дачи? Я помню, стоишь, кто-то едут дачники туда, кто-то доску везет из Москвы, кто-то еще что-то, кто-то краски удалось купить. Да нет, ну... А дача и дом, где большая разница? Конечно. То есть вместо того, вместо того, Хрущев сделал свою строительную революцию. Я к нему очень плохо к политическому деятельности отношусь. Но то, что это получилось, и люди до сих пор понимают, что такое революция, когда они из подвалов вышли в эти, то, что мы сегодня называем пренебежительные хрущевы, это великолепная вещь. И это было связано с крупнопанельным, быстро возводимым жильем. Все. Были построены заводы железобетонных конструкций, кто-то сюда стали штамповать. Лучшие бригады штамповали за две недели панельный девятьэтажный дом. Понимаете? Это правильно с точки зрения государственного подхода. Но в 70-е годы мы должны были переходить на усадебно-ландшафтную урбанизацию. Понимаете? Мы должны были... Это не проблема. Как Росатом мне старики, мужики говорили, да если бы нам сказали там в 86-м, что вы Росатом, Средмаш, гигантская организация, гигантским потенциалом интеллектуальным, нам сказали бы, спроектируете там индивидуальные дома, но мы бы за два года спроектировали, построили бы. Задачи не было. Вот в чем проблема. Поэтому нечего, уже опять же непонятно зачем, и как-то так обожествлять поздний советский период. Но модель основная. Нравится вам СССР, не нравится? Это модель, по сути, до конца 50-х годов. Дальше это была инерция. И мы гигантской возможности не используем. Поэтому, я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что слово социализм, как халва, нам ничего не добавит. Вопрос возникает, дайте мне проект вашего социализма. Вот это мой проект социализма, потому что я считаю, что в России традиционно, традиционно, общественно, общественный строй, общественное богатство, работа в интересах общества всегда будет приоритетной, если мы ведь хотим. То есть, социализм, называйте это социализм, но давайте конкретное проект. Спасибо большое за вопросы. Мы его обсудили. Так, есть вопросы с этой стороны? Есть. Ну, прошу вас. Пунктус В.И.МОИБ. Московское общество испытателей природы. Значит, с точки зрения проектного государства, сможете ли вы назвать сейчас не 100, 200 и прочих проектов, а в виде одного-двух главных системообразующих тезиса сущность вашего проекта? Поясню. Первый, главный вопрос. Все-таки, какое общество мы будем строить? Можно не отвечать в вопросах печатленки, шестичленки. Это как раз вы только что показали. Капитализм и социализм нам не прояснить вопрос. Итак, внутреннее обустройство вашего проектного государства. И второй вопрос, касающийся внешне. То есть, Россия все-таки будет как русская цивилизация, или она будет растворяться в мировом пространстве, как сейчас ведет политику наше правительство? Вот эти два вещи определите, пожалуйста, в своей компании. Спасибо, хорошие вопросы. Значит, я считаю, и я стараюсь это в том числе, ну, чуть-чуть, как получается, теоретически обосновывать, как получается, я считаю, что государственность России должна восприниматься, оформляться, продвигаться, как мировая держава. Мировая держава – это цивилизационное уникальное пространство. Мы ни в коем случае не должны потерять нашу цивилизацию. Кстати, отсюда, например, мне так важно с Белоруссией, чтобы мы не разрывали связи. Смысл даже не в экономиках и там каких-то ракетных дивизий и так далее. Это важно. Но это не самое первое. Самое первое – это наше единое русско-российское, евразийское цивилизационное пространство, наша уникальная тысячелетняя цивилизация. Для меня мировая держава – это государственность, которая способна образцово показать, но решать мировые проблемы. То есть вот что такое мировая держава. И, безусловно, строечность… А что значит образцово показать, она может показать? У нее есть единственный ресурс – это ее тысячелетняя история, ее цивилизационность. Потому что решить мировую проблему, например, деиндустриализацию – мировая проблема. Демография – это мировая проблема. Мы говорим там, какая разница, там, Германия и так далее. В принципе, мировая проблема – люди тоже отказываются жить. Но мы можем образцово показательно решить такую проблему, показать это миру на своих собственных основаниях. Только. По-другому ничего не получится. Поэтому цивилизационное основание и база – это все. С точки зрения формационного, так скажем, или типа общественной системы, мне представляется, что мы должны разрабатывать теорию общества развития. Общество развития, вот здесь слово развитие очень путается. У нас даже часто говорят, что это, например, модель людоедская, о которой мы говорили, что это не совсем подходящая модель развития и так далее. Но развитие – это кардинальное структурное усложнение, это максимальный выход в новую полноту бытия. И говорить про эти людоедские модели, что это другой сценарий развития, что там вот по Гайдару был сценарий. Это сценарий деградации. Поэтому развитие – это выход в новую полноту сил. И в этом смысле общество развития – это там, где мы строим основной акцент, заканчивая здесь на цивилизационности и про антропологию, и про государство. Мы строим основное на человеческой способности. Потому что на самом деле, вот у меня сейчас ощущение, вот абсолютное ощущение, что проблема даже не в этих людоедах, не в антинародном режиме Гайдара или еще кого-то, да, все. А проблема в том, что не могут. Не могут. Понимаете? Ну не могут просто. В этом трагедия. Поэтому нужна совершенно другая антропология, совершенно другие способности, другая мощь сознания и действия. Спасибо. Значит, я констатирую, что у нас до конца осталось 45 минут. Мы сейчас немножко перебираем по вопросам. Но мы круг закончим. Представитель партии «Право и дело» задал свой вопрос и покинул, так сказать, площадку. Это сэкономит нам время на выступление. Так, прошу вас. А, так, назовите себя. Баренкин Анатолий Степанович, клуб субъектов инновационного технологического развития. Это и не он, и вот научная общественность по проектам. Значит, вопрос простой и он был даже озвучен ранее в базовых показателях, в базовых вопросах. Значит, он касается как раз устройства функционирования государственной системы управления. Ну вот, Юрий Васильевич, вы сказали, что много проблем у нас связано с тем, что неэффективно у нас работает управление. И понятное дело, что такие большие проекты, какие вы назвали, без участия и активного, причем участия, государственной системы управления, они нереализуемы. Они даже, наоборот, могут мешать им, как вы говорите, что, так сказать, проблемы с реализацией. И отсюда вопрос простой. Вот нынешняя система управления, она годится для реализации, или нужно ее изменить. Если изменить, то каким образом? То есть, какое устройство и функционирование этой системы государственного управления вы предполагаете в проекте? Спасибо. На мой взгляд, главное надо изменить, что отсутствует проектно-целевая форма мышления. То есть, в этом смысле, отсутствует, просто ее надо навязывать, я ничего другого не вижу. То есть, в этом смысле, все разговоры о власти, а это все равно вопрос власти в том числе, все разговоры о власти, они от лукавого, потому что о власти не говорят. Власти реализуют. Берут само собой, но главное, что ее реализуют. Поэтому можешь, реализуй. Не можешь, молчи, с моей точки зрения. Поэтому, и единственный вопрос, проблема не в том, вот представьте себе, я условно, я не против кого-то, вот, например, правое дело наберет 90%, или КПРФ наберет 95%. И представьте себе, вот верхушка КПРФ, я знаю ряд людей, они мне очень симпатичны, да? Или правое дело, там тоже есть симпатичные люди. Вот они придут сегодня в правительство. Они 95% сформируют правительство, мы представим себе, да? Что изменится? Что? Ну, кто-то, может быть, на первый парад, или долго будет почистнее, здорово. Допустим, да? Ну, что изменит с точки зрения украины? Ничего. Потому что ситуация простая. Люди говорят там, антинародный режим, да? Или еще что-то. Ну, о чем, как нужно? Всегда вопрос основной, все равно, как нужно. Пока ты не покажешь, как нужно, и не начнешь реализовывать. Нечем говорить. Поэтому, на мой взгляд, я сейчас повторяю, мы находимся в страшной ситуации, прошу прощения за это слово, гласно-политической импотенции. Понимаете? Проблема не в том, что, скажем, вот Игорь Иванович Шувалов, он сидит и думает, как бы 70 миллионов людей потравить в стране? Как бы мне заработать денег и их убить и так далее? Но никто так не думает. Вот так вот никто не думает. Да, там, где-то лень, где-то не... Никто не знает. Никто не знает. Понимаете? Тот же Шувалов, как пример конкретный. Вот посмотрите, я с удовольствием читаю синограмму правительства, я очень серьезно отношусь ко всем. Вот два года прошло с эпопеей, когда начали шуметь про моногорода. Правильно, начали шуметь, здорово, и так далее. Правда, там столько ерунды наговорили. Но моногородам дали задачу представить проекты, планы инвестиционного развития. Каждому моногороду. Моногород более половины, до 30 тысяч человек. Это так, да. То есть это мэр города, ему дали, у него 30 тысяч человек, понимаете? Ему дали план вместо индустрии, которую 30 лет делает Советский Союз, вместо этого придумать, как ему город кормить. Понимаете? Дали ему полгода, там, или три месяца. И в итоге ждут, все ждут, потом раз собираются на правительство. И говорят, Владимир Владимирович, у нас, говорит, большая часть не прислала планы. Владимир Владимирович, что такое? Три дня даю, чтобы планы были. Ну, через три дня планы появились. Нормально. Сидит дальше, Игорь Иван Шувалов, он у нас комиссию возглавляет по моногородам. Сидит и туда-туда, потом раньше говорит, ну, они не могут ничего прислать. Понимаете, два года прошло, чтобы первый вице-премьер, умнейший человек, чтобы до него дошло, что эти люди, а там есть города с пятью тысячами человек. Понимаете, что 50 лет советская власть, плохо, хорошо, кто-то договорил, что моногорода, это бремя на теле нашей страны, там еще что-то, все. Вот советская власть создавала мощнейшие отрасли, индустрии, заводы, возникали эти моногороды. Теперь это делались лучшие российские, советские инженеры, зарубежные специалисты, в рамках гигантского напряжения сил, война, когда нужно было что-то делать, да, все. И теперь мэру, мэру в тайге, к нему приходит бумага и говорит, прислай через три месяца план развития и сделай все. Что об этом говорит? Первый, два пункта, прошу прощения, вот этой болезни медицинской, которая называется неспособность по-русски, неспособность. Первый пункт, через два года поняли, что они ничего не могут прислать. Через два года поняли. Но это не самое страшное. Самое страшное другое, что то, что должно сделать федеральный центр, он должен разработать эти 300 моногородов, планы. Федеральный центр должен сосредоточить умнейших людей, всех собрать, сосредоточить, озолотить, сделать, понимаете, и то еще может не получиться. Он вместо этого, эту проблему, знаете, примерно то же самое, как Иван Поддубный, ему говорят там, толкни какой-нибудь там, грузовик, да, а он берет своих годовалых детей, пять человек, ну-ка, ребят, пробуйте толкать. И смотри, что-то не толкается. Понимаете? То есть, в этом смысле, что с этим делать? Что? Поэтому проблема, на мой взгляд, очень все-таки базовая, это конкретно, что делать. В мире то же самое, гигантское количество кризисов, дисфункций, развалов, провалов и так далее. И нам нужно выходить на конкретику. Я могу показать по всем этим революциям совершенно предметные вещи. Ну, это отдельная тема. Не, отдельная. Я просто к тому, что без этого бессмысленно обсуждать. Социализм, капитализм, новая система, новая власть, пронародная власть, антинародная власть. Да мне это ни о чем. Юрий, спасибо большое. Я хочу сказать, что здесь вы можете обращаться к тем председателям партии, которые находятся у нас в загружном столе. Вот я хочу слово предоставить Андрею Сергеевичу. Спасибо. Это КПРФ. Чупанов Андрей Сергеевич, кандидат-член ЦК КПРФ. Вы знаете, я, наверное, не вопрос задам, поскольку времени мало, наверное, совмещу небольшое коротенькое выступление, но может быть и вопрос к выступающему. На самом деле, названные здесь революциями мероприятия, то есть, точнее, цели, чего мы хотим достичь, я думаю, под каждой из этих целей подпишется почти каждый человек в нашей стране вне зависимости от политических убеждений. Все хотят, чтобы у нас и населения было больше, и жили мы в своих домах, или, по крайней мере, имели их, потому что, например, в Москве жить в своем доме в Подмосковье это намного труднее, чем жить в Москве в маленькой квартире, но быстро добираться до работы вместо того, чтобы тратить на машине 3-4 часа, чтобы вернуться в этот свой дом. То же самое, никто не против увеличения энергоемкости нашей энергосистемы и производства электроэнергии, никто не против у нас того, что у нас культура должна расти, мы должны развивать молодежь свою, и так далее, и так далее. Практически все не против того, чтобы наша страна была сильной и великой, и то же самое, никто не против, чтобы Дальний Восток крепко у нас с нашей страной был связан, хотя сейчас товарооборот составляет менее 8%, но никто не против этих целей. Вопрос задается один, проектов много, вот это все необходимо сделать. Вопрос сделать как? Очень справедливые вопросы здесь задавались докладчику в том плане, какая госсистема должна быть, как это все должно реализовываться. Ведь обратите внимание, у нас в России сейчас от чиновников ничего не требуется, кроме воспроизводства системы, то есть кроме обеспечения результатов на выборах, за что реально могут снять и губернатора, и любого чиновника отвечающего, и перестать там финансировать муниципальную власть, завалить ее, у нас могут только за одно, за то, что не обеспечили необходимость результат на выборах. Все остальное, в принципе, не важно. Не представили ли вы план развития региона, да, собственно, извините, да и ничего страшного, сидите дальше и работайте. Потому что других чиновников, как у нас сказал и премьер-министр, и президент говорил другими словами, других чиновников у нас нет, есть что есть. Тут не вопрос способов мышления, тут вопрос в том, что люди привыкли работать определенным образом, люди привыкли, что требуют только за обеспечение лояльности, обеспечение результатов на выборах, соответственно, никаких вопросов в развитии страны перед чиновниками не ставится и не будет ставиться в этой системе. А не будет ставиться по двум причинам. Во-первых, потому что у нас губернаторы назначаются президентом и зависят исключительно от воли одного человека. И, во-вторых, потому что муниципальные власти у нас, ну, хотя экономически зависят от государственной власти, но тоже, в принципе, вроде как избираются населением, точнее, политтехнологически решается задача переизбрания. И они знают, что если они не изберутся на следующих выборах, практически с гарантией 80% против них будет возбуждено уголовное дело и они сядут, если они не обеспечат свое переизбрание. Поэтому и две задачи возникают. Это переизбрание муниципальной власти, ну и обеспечение лояльности вышестоящей власти, чтобы переназначили. То есть никому, в принципе, в стране, в хозяйстве ничего не нужно. И не будет нужно, пока будет оставаться эта система. А ключ здесь, во-первых, это наша конституция, которую необходимо менять. А то у нас конституцию меняют только тогда, когда нужно продлить полномочия власти кого-либо. А забывают о том, что в конституции у нас нет ни права на бесплатное дошкольное, школьное образование. Его забыли просто в 93-м году. У нас нет права на труд, который у нас имеется в факте международном о социальных и экономических правах, под которым Советский Союз подписался и под которым продолжает действовать для России. Мы до сих пор входим в Совет Европы, который запретил принудительный труд, поэтому ничего удивительного, что в тюрьмах у нас люди не работают. И у нас нет лечебно-трудовых профилакторий, которые запрещены фактически благодаря того, что мы входим в Совет Европы. То же самое, поэтому мы постоянно Российская Федерация и платит тем, кто жаловался в Европейский суд по правам человека, потому что система у нас правосудия не работает с одной стороны, а с другой стороны практически 60% жалоб сейчас за последний год подано из Российской Федерации в Европейский суд по правам человека, а остальные это все страны ЕС. Если говорить о том, как достичь этих целей, вот, к сожалению, докладчик ничего не сказал. А ведь по-хорошему, по-хорошему, если суммировать вопросы других докладчиков, возникает вопрос, если советская власть в 20-30-е годы, ну, скажем так, производила действие, был план Войрулоу, был план индустриализации, был план коллективизации, который, ну, фактически заставил у нас крестьян уйти из деревни, да, который начал у нас четко, поэтапно переводить сельскохозяйственно занятое население в городское население, занятое в промышленности. Конечно, были перегибы, сложности, раскулачивания и так далее, и так далее, и так далее, но все это позволило получить финансы для огромного технологического рывка. И технологический рывок, по крайней мере, был обусловлен сначала развитием тяжелой промышленности, станкостроения, затем развития металлургической промышленности, затем уже только легкой текстильной, пищевой и так далее. Все вот эти проекты, строительство домов, строительство, развитие моногородов и так далее, без развития промышленности, без того, что людей обеспечить работой, они ничто. С чего у нас люди будут рожать, если они не уверены в завтрашнем дне, потому что, во-первых, нет нормальной зарплаты, нет работы. Все эти проекты ничего не стоят без плана того, как это все должно реализовываться. У вас есть предложение? И давайте это спросим. Да, то есть, понимаете, вопрос, собственно, такой, проекты все хорошие, под любым из них можно подписаться. Вопрос, да, как можно этого достичь, как вы видите этого? Понятно. Спасибо. Андрей Сергеевич, мне кажется, я вижу две очень предпосылки такие серьезные, которые я не согласен, которые, на мой взгляд, очень опасные и ошибочные. Вот первое, вы говорите, все хотят, да? Да. Никто не хочет. Вот возьмем партию КПРФ, поскольку я эти все проекты, я их знаю досконально, для всех технических вещей, и знаю всех в Российской Федерации, молодых и старых, кто их может реализовать. Партия КПРФ должна, давно, исходя из того, что она хочет, должна давно была меня поставить первым списком в свою путевку и продвинуть, и реализовывать это. Но она не хочет. Почему? Потому что у нее есть свои проблемы партийные, хочет туда... А чем она занимается? Что она говорит, помимо того, что она хочет всем лучше, социализм, что было в 30-е годы, и так далее? Есть конкретные, скажите, как сделать энергопассивные, дешевые, эффективные дома? Можете мне ответить на этот вопрос? Можете мне ответить? Засловно. Что надо в демографическом? Вы говорите лечебно-трудовые профилактории. Вы что знаете про лечебно-трудовые профилактории? У нас запрещен труд принудительный, то же самое и про ЗАГС. Не имеет никакого отношения, поверьте мне, я знаю, все досконально. Это не о чем. Это потому что лечебно-трудовой профилактория, от того, что вы наше население запихнете в эти лечебно-трудовые профилактории, такие случаи есть. У нас 4 только федеральных, таких государственных центра, они потом оттуда выходят и так же начинают колоться и пить, как они до этого этим занимались. Поэтому не надо рассказывать то, о чем вы не имеете представления. Я утверждаю, первое, никто в стране, никто в стране, почти никто, не хочет жить в малоусадебной, малоэтажной усадебной, ландшафтной организации. Никто на это ничего не приложил. В частности, КПРФ 5 минут за последние 10 лет на эту тему не затратил, ничего сделал. У нее тысячи проблем, я очень уважаю, как любую партию нашу, официальную, и так далее. Но вы этого не хотите. Потому что, если вы это хотели, вы хотя бы, например, собрали бы какой-то форум остатков стариков, которые несут эту, собрали молодежь и обсудили эту новую ландшафтную урбанизацию. Вы этого не делаете. Вы рассуждаете на тему, что когда вы придете к власти, вы станете народной власти, и от того, что вы придете народной, всем станет хорошо. А что будем делать конкретно, что пить, есть, и в каких домах будем жить, вы не говорите. Поэтому, первый момент, никто почти в стране не хочет ни одной из этих революций. Потому что хотеть, хотеть, понимаете, вот если я хочу выучить японский язык, это значит, я за полгода его выучу. А говорить о том, что я хочу японский язык, очень хочу, но прошло 20 лет, но я его никак не выучу, но очень хочу, и так далее. Это вопрос не ко мне, а вот лечебно-трудовые проколотовые. Второй момент. Вы говорите, для меня страшную вещь, развитие никому не нужно. Для меня это называется просто, ну, такая, как бы, немножко тоже очень тяжелая ситуация, потому что развитие, например, нужно мне перед вами сидит человек, который говорит, перед развитием, вы говорите, сидели, слушали, слушали, потом говорите, развитие никому не нужно. Мне нужно развитие. Вам нужно, присоединяйтесь, давайте вместе работать. Что абстрактно говорить опять про кого-то, как баба на скамейке, Шувалову не нужно развить. Да какое вам дело до Шувалова? У вас крупная партия, вперед! Партия КПРФ, партия развития, давайте, вперед! Поездка развития, предложите молодежи что-то интересное. Кто вам мешает? Вы извините, вы немножко на вопрос. придернули, а развитие было сказано в частности чиновников, то, что с них действительно... Я работал чиновником. Вы за меня сказали, а мне нужно было. Я и работал чиновник, не работал. Мне развитие нужно. Я везде для этого жил, живу, работаю, на любом посту. Какое вы право имеете говорить про чиновников-то? Кто такой чиновник? А вы что, извините, пожалуйста, нет, что за... Чиновник, это ваша сестра чиновника. Что так можно про людей говорить? У вас представление чиновники, А кто у нас элементарно держит хоть как-то страну, те же социальные работники, чиновники, работающие на КПРФ? Социальные работники, которые держат страну, чиновники. Почему женщины, которые работают, загрошовывают зарплату? Почему вы берете? Чиновникам нам не нужно развитие. Извините, а кто такой аппарат ЦК КПРФ? Это кто, не чиновники? Это кто, труженики села? Или что? Поэтому, прежде всего, прежде всего, прежде всего, нужно решить, вечерком сесть, вечерком налить водички, сесть и решить, что нужно, что хочется. Мне нужно различать, я его сделаю. Я чувствую, что есть тема для переговоров с КПРФ, но я хочу передать вопрос, задать... Хотим или не хотим, все равно мы крутимся вокруг вопроса модель госуправления общества развития, я бы так сказал. И это не просто предполагает, нужны проекты или не проекты, а нужны какие-то структуры. Там был госплан, если он есть, то он ставит, решает и ставит вопросы стратегического развития страны на достоинственную перспективу. Кто это сейчас? Никто не разрабатывает. Рыбу ловят, они нам пошатят. А стратегии развития России нет. Какие-то критерии оценки управленцев, оценки управленцев в разном уровне совершенно другие. То есть модель госуправления, она должна быть прописана таким. Поймите, в чем проблема. У нас проблема, что как добились горе-демократы, у нас стало информационное общество. Вы рассказываете все, как будто вы сидите в телевизор смотрите, вам одни пиар-технологи, вам показывают, как ловят рыбу, как амфоры достают и так далее. Вы сидите, смотрите, амфоры не работают ни туда-сюда. Вот страна у нас разделилась на два лагеря, неравные по численности. Одна в информационном обществе смотрит телевизор, другая ловит амфору. Меня это не устраивает, поэтому я делаю другое. Я конкретно, я не обсуждаю, например, так, завтра, завтра утром сделаю госплан. Приду, сделаю, сдам указ, опубликую в своем ЖЖ, сделаю госплан. То есть вас устраивает нынешняя система управления? Не так, а надо рассуждать всегда. Первое правило десантника, рассуждая из той позиции, куда тебя унесло с парашютом. Потому что если ты попал в реку, и парашют тебя утопит, а ты будешь рассуждать, что бабка Маша вчера не так щит сварила, просто потонешь. Поэтому вы, вы не премьер. Поэтому обсуждать и премьеру совет, вы не советник премьера. Например, уважаемый премьер, почему ты не делаешь госплана? И так далее. Вы конкретно, державный, военно-державный союз. Вы со своей позицией. Я вот человек, создал проект, проектное государство. Я им руковожу, как могу, плохо получается, наверное, туда. Я с этих позиций рассуждаю. Назначить меня премьером, я буду премьером. Назначить меня директором деревни, буду директором деревни. Главное, не потерять свою позиционную, адекватность. Потому что иначе, иначе, мы дальше начнем, опять говорить, про 30-е годы, как было все хорошо. А какое отношение, прошу прощения, КПРН, имеет в 30-м годах? Тогда ее не было. Нет, поэтому, что рассуждать, 30-е годы, а еще танки делали. Вы же говорите, о строительной, положим, революции. Вы взяли на себя ответственность, разрабатываете проект. Вот я и делаю. А что касается модели госуправления, общества развития, вот этого нет. Я же вам и говорю, ребята, я вам говорю, вот модель, я вам и есть модель, я вам показываю модель. Может она абсолютно... Нет модели, она абсолютно неправильная. Замечательно, покажите другую. Мне хочется понять, я хочу понять, в обществе каком? В обществе прострации. У нас общество развития, у нас общество прострации. Потому что люди сидят, люди сидят. Чем они живут? Что, за что они отвечают? Ничего не понятно. Разницы никакой нету с каким-нибудь премьером, там, вице-премьером и так далее. Так же он сидит тоже, то амфора поныряет сегодня, сегодня не поныряет и так далее. А вы за что отвечаете? Вы военно-державный союз. Я понимаю, вы бы сказали, пять тысяч офицеров военно-державных готовы поддержать революцию номер три и выйти завтра на улицу и потребовать каждой молодой семье к пятнадцатому году и так далее. Все нормально. Я сказал, вы приняли и так далее. Нет. Ну и сейчас давайте сейчас обсудим премьера, давайте Медведева обсудим, Обаму обсудим. Я сейчас в другой позиции говорю. Бабки на скамейке. Просто сидят, сидят, шелкулю семечки и обсуждают всех, кого не лезет. Борис Александрович, есть ответ, да или не да? Ответ я получил, но по дворам нет. Понятно. Так, Светлана... Поверница Светлана, партия воля. У меня два вопроса про Дальний Восток. Вот вы пишете, что столица, ну по вашему проекту должна быть перенесена на границу с Китаем, да, то есть или ближе к границе с Китаем. Тогда вопрос первый. Нелогичнее ли ее было перенести в центр, в географический центр в России? Неудобнее ли она будет? И вопрос второй. Китай, он не скрывает своих экономических аппетитов на Дальнем Востоке и готов отстаивать их вооруженным путем в том числе. Если мы начнем там гурно развиваться, да, то есть вопрос, возможно ли в нынешних условиях, вот при том положении России, как она сейчас существует, отстоять свои экономические интересы? Вообще реально ли это? Реально. Не просто не очень сложно. Не очень сложно. Вы говорите, вот послушайте, дайте отнесемся к тому, что вы сказали, спокойно. Вот вы говорите. Вот удобнее все-таки в серединочку, правильно? Вот удобнее, понимаете? А вот не туда, куда далеко, там, наконец, и так далее. Но мы же с вами обсуждаем политику. Политика, это, это, политика, это искусство необходимости. В том смысле, что, нету, если бы у нас была ситуация, а давайте, так, ты что, ты за тобой. Давай, Тобольск, давай, давай, не, слушай, давай в Тюмень, ну, давай в Тюмень, ну, в Омск, давай в Омск. Проблема же не в, я же совсем другую логику, вы справились? Может быть, неправильную, но логику, смотрите, Дальний Восток, регион номер один с точки зрения безопасности и развития всего. Поэтому, там должна быть голова страны. Я рассуждаю не в логиках, что можно, потому что можно ее и под землей, столицу выкопать и можно туда перенести, можно Вашингтон ее перенести. Есть человек, который тенет тысячи возможностей. Я обсуждаю то, что ему нужно. Понимаете? То же самое, вот, как бы, по любому пункту, который мы обсуждаем. У меня нету, я не вижу массы возможностей. Я вижу очень узкие коридоры и к 14-му году катастрофа, когда у нас тут, понимаете, к нас не спросят об этом просто плохо будет и все. То я вижу буквально очень мало возможностей собрать по 10-15 человек на каждую революцию подготовленной молодежи и у нас есть какой-то шаг. Вот логика, понимаете? Это логика, если хотите, деревенская. Логика, исходя из абсолютного ничтожества ресурсов. Не просто у меня, ладно у меня, но у нас вместе и так далее. Ничтожество ресурсов. И логика того, что придется делать необходимость. Понимаете? Вот. А не так, когда мне пишут, вы знаете, вот, вы хотите перенести столицу на границу с Китаем, а мы считаем, что столица должна быть посередине. Вот человек написал, он считает, что столица должна быть посередине. То ли в Библии где-то он вычитал, что столица должна быть посередине. То приснилось ночью. Я правильно понимаю, что вы обосновываете эту необходимость? Я считаю, что политикой и есть необходимость. Потому что даже если взять все наши золото-валютные запасы, все наши газы, наши ресурсы, для задач в нашей деградационной ситуации у нас даже в этом плане ничтожное количество ресурсов. Да, они борются, травятся неправильно, но даже если их все собрать, у нас очень мало ресурсов. У нас главный ресурс – время и люди. Мы потеряли молодежь в профессиональном плане. Мы среднего поколения просто нет. Зайдите на любой завод, на любую серьезную организацию. Это основное население у нас на Европе. Пока. Дальше по поводу Китая. Но этого я тоже не хочу даже как-то комментировать, потому что в этой логике лучше всего на Северный полюс правительство перенести, желательно его в землю больных зарыть. Но там может быть потеплее. Мне говорят, а если Китай стрельнет прямо в правительство? Причем больше все беспокоятся те, кто до этого страниц 10 матом писали про антинародный режим. Когда писали про антинародный режим, наоборот, пишут, должны писать. Переноси их быстрее к Китаю, чтобы туда стрельнуть. Нет. Вот он сразу заботит. Нет, а вдруг стрельнут. Попробуем. Понимаете? Проблема-то возникает в чем? Хорошо, давайте другую систему противовоздушной обороны строить. Как и другую? Мы же должны исходить, что нужно. А не из того, какие... И более того, вы же сказали вообще страшную вещь. Вы говорите, Китай, экономическую экспансию, уже видят наш Дальний Восток своим, готов совершить агрессию. Там мало народа, не проще ли оттуда уйти? Вот что. Отлично. Так, понимаете? А наоборот. Так это практически то, что уйти. Нет, конечно. Но в этом плане, в последний момент, в этом плане, если убрать все. Я просто простил рассуждение, мне это важно, понимаете? Но теперь убрав все, по существу. Конечно, главный вызов для нас сегодня, это не Америка, а это. Понимаете? Я все время говорю, как есть анекдот такой. Северно-соционный вызов. А, любой. Любой вызов. Потому что есть такой анекдот. Мужик, дед прибегает к бабе и говорит, слушай, а сколько стоит атомный бомб? Она говорит, да, наверное, миллиард, не меньше. Говорит, какое счастье, к нам в огород упал атомный бомб. Вот. То есть стоящий миллиард. Вот я по отношению к Китаю, я, например, так же отношу. Потому что с одной стороны, ну мы с этим сделать ничего не можем, правильно? Китай, вот я достаточно много с китайцами говорил и так далее, ну нет там такого, что они опять с утра встают, им завоевать. У них своих проблем гигантское количество. У них Сен-Зианин-Угурский район и весь этот Запад. Но дело не в этом. Дело не в том, как бы даже вопрос. Вопрос в том, что, ну это такая вот ситуация, мы от нее не уйдем. Рядом Япония, где там 130 миллионов населения, почти как у нас. Ну, по сути, да, но по сути гигантская экономика, как бы там что ни обсуждали, по Кусиму и так далее. Южная Корея блестяще просто тоже движется, работает, стараются ребята и так далее. Все. То есть в этой ситуации нам тяжело, конечно. Практически нас уже нет. Понимаете, когда, вы поймите, я вот помню, прилетел первый раз на Дальний Восток. Ну, летал раньше, но как бы это было такой другой, уже более такой недавний, 7 лет назад пролетел. И меня везут там в один городишко в Амурской области. Я вижу, леса горят. Я спрашиваю, что леса горят? А это, говорит, лес добывают. Я говорю, как лес добывают? К машине, к грузовичку китайскому. Прицепляют шину старую, ее поджигают. Везут туда, начинают лес выгорать. Горелый лес, его можно там как-то аккуратно оформить туда-сюда. То есть человек лес поджег, потом там 10-15 этих бревен нарубил, и потом везет к китайской границе и продает дорогим китайцам. Это не беда этого человека, это мы, это Российская Федерация, это Россия. Вот этот человек, для китайца же нет добра России. Для него вот этот человек и есть Россия. Понимаете? Поэтому ситуация простая. Либо мы там создадим, если хотите, самый передовой тип всего, что у нас есть, на Дальнем Восточном. И китайцы не сужатся. И это в столице должно быть. Причем это имеет гигантское символическое значение. Потому что, тем более китайцы. Китайцы уж их в чем угодно можно обвинить, но они способности в их иерографической 5-7 тысячелетней культуре воспринимать символы. Они прекрасно говорят, ну если русским не нужно, а что, кто-то, карты принесет. Русским не нужно. Потому что если бы, говорит Андрей Сергеевич, все хотят. Да кто хочет? Все хотят. Ну кто Дальний Восток хочет развивать? Кто против частного дома, например. Нет, нет, кто Дальний Восток хочет развивать? Покажите мне. Давайте на улицу. Так нет, не все. Нас просили, кто Дальний Восток проводит. Нет, я уже не говорю о том, что кто будет развивать. Ответ получен, спасибо, что вы держите. Сейчас хочу сказать. Прошу вас. Сергей Николаевич Марочкин, исторический, социологический и экономический факультеты МГУ. Я представляю, во-первых, движение «Великая Россия» Андрея Савельева, во-вторых, ну и Фринкуеву, почти то же самое, Конгресс русских общин Дмитрия Рогозина. С другой стороны, я представляю движение «Суть времени» Сергея Левандовича Кургенеха. Вопрос вот в чем. Глубоковажаемые коллеги, мы здесь выслушали целый ряд очень интересных проектов. Ну, я сам вместе с покойным Владимиром Леонидовичем Махначом, который был сначала 15 лет доцентом Московского архитектурного института, а потом 10 лет профессором высшей школы экономики, занимались детальной разработкой подобных тем. В чем-то наши выкладки совпадают, в чем-то расходятся. Но вопрос не в этом. А вопрос в том, что любой проект остается мечтанием до тех пор, пока за этим проектом не стоит субъект. То есть главный вопрос – вопрос о власти. Власть – это полномочия и ресурсы для принятия решений и их приведения в жизнь. Проект превращается из математической модели в нечто, подлежащее осуществлению, тогда и только тогда, когда на этот проект находится конкретный заказчик. Вспоминаю, как архитектор, есть прекрасные дипломы выпускников Маркии. Это бумажная архитектура, потому что они делаются не под конкретного заказчика, слово говоря. Так вот, кто может быть заказчиком для этих или подобных проектов? Вообще-то может быть три группы заказчиков. С одной стороны – это центр, Кремль, столица, центральная власть. Затем второй уровень – это, пожалуй, местные власти, губернаторы, они разные. В-третьих, это может быть корпорации, крупные или даже не очень крупные. Для агропоселения достаточно не очень крупные корпорации. Но в любом случае необходим, во-первых, организационно-волевой ресурс, то есть принятие решения и оргработа, а во-вторых, финансовый ресурс, потому что, как еще Маяковский сказал, бесплатных пирожных не бывает. Так вот, с чем состоит вопрос. Насколько все эти проекты реально востребованы или могут быть востребованы в текущей ситуации? При сохранении, по крайней мере, ближайшие три года, нынешняя власть будет примерно такой же, как сейчас. Насколько все предлагаемые нам проекты при сохранении нынешней ситуации с властью могут быть востребованы, как именно получить заказчика? Во-первых, на уровне центра Кремля, во-вторых, на уровне губернаторов, и в-третьих, здесь уже более гибко, на уровне крупных и не очень крупных корпораций. Спасибо. На мой взгляд, мы очень любим говорить про власть. Как Бердяев, по-моему, назвал похоть власти. Всем нравится про власть рассуждать, какие дураки во власть, ну, в отличие от нас, естественно, и так далее, и прочее. Ну, а почему-то мы не говорим про народ. А такие проекты, такие революции, у них заказчики единственные, это народ. И если наше население сможет восстановить себя как народ, то, значит, будет этот заказчик. Не сможет, ну, дальше будет сидеть у телевизора и обсуждать, кто там что в телевизоре делает. Поэтому, на мой взгляд, мы, я знаю массу людей, массу людей, которые являются реальным заказчиком. Вот у меня, вот Галина Илановна, вот она мне конкретно сегодня заказ сказала. Мне нужно срочно урбанизацию, стимулирование трехгетной семьи и так далее. Вот мой заказчик сидит. И для меня это самый ценный заказчик. Потому что это человек нравственный, народный и так далее. Вот что еще нужно? Каком губернаторе, который до этого рассказывал, что их назначают? Что надо делать делать? Нужно работать и нужно эти проекты продвигать. Нужно самой ей человеку? Да нет, нужно прийти сегодня к Геннадию Андреевичу Зюганову и сказать, Геннадий Андреевич, мы такой ерундой занимаемся, вместо того, чтобы серьезно начать заняться. Нам нужно предвыборную повестку, не говорить об абстрактном антинародном режиме, который всем надоел уже, понимаете? А нужно начать серьезно проекты. Поэтому я предлагаю, вот, например, Виталия Юрьевича и Юрия Васильевича посадить, пусть они будут у вас в проектном штабе, если вы их уговорите. Другой вопрос, не проще. Вот о чем надо говорить. А ситуация-то в чем? Все функционируют в своих каких-то пространствах, очень мелких, не имеющих отношений ни к народу, ни к чему. Но все друг друга обсуждают и гадят. Вот и все. Вместо того, вместо того, не надо власть обсуждать. Еще раз повторяю, власть обсуждают те, кто к власти никогда никакого отношения иметь не будет. Я власть так обсуждать не могу. Во власти очень разные люди. Я формально, если взять мою биографию, меня тоже можно представителем антинародного режима назвать. Пожалуйста. Проблема в другом. Проблема в том, что нужно... Вы что думаете, в 1937 году было легче Т-34 продвигать? Или Королев, который чудом остался живой на колыне? Вы думаете, он бы, так сказать, чуть-чуть лево-вправо расстреляли бы лишних 10 человек и так далее? Что за фантазии строили? Все время у нас прекрасная еще ситуация. Мы еще накормлены, сыты. В центре Москвы тут, в прекрасном месте говорим. У нас прекрасная ситуация, а мы ничего не можем. Вот в чем исходная точка. Обсуждаем всю эту власть, Кремль, там, 5-е, 10-е. А что мы-то можем? Что можем? Покажите рисунок. Народ субъект. Народ субъект. Пожалуйста. Где народ? Виталий, можно так затачивать? Значит, мы уже прошли по кругу. Да, у нас осталось 10 минут. 10 минут у нас осталось. А еще надо, чтобы, так сказать, подвел какой-то итог. Нет, Красивич. Вот, чтобы подвел какой-то итог. Значит, да. Галина Ивановна, существенный Ваш вопрос? Да, как заказчиков. Вот вполне конкретно, КПРФ здесь, предвыборная компания. Ну, случай просто из моей семьи. Взятая ипотека, молодая семья. И они говорят, пока не расплатимся, о детях мы не можем говорить. Почему бы банку, причем вроде по Сбербанку есть эта программа, а по другим банкам, в котором взят кредит, этого нет. Почему бы банку при рождении ребенка не отложить выплаты? Потому что если бы не будут производиться выплаты 30 тысяч в месяц, то квартиру у тебя, демол, отберут. Родился ребенок, мать не работает. Она и есть та, которая купила, ну, она там очень квалифицированная в гугалке, вот такая зарплата. Ну, и пусть ей отложат эти выплаты на столько лет, пока она не работает по закону. С ребенком сидит и не выплачивает, и квартиру у нее никто не убирает, не отбирает. Вполне это опасно, что квартира будет отобрана, потому что они не смогут выплатить. Вот КПРФ. Комендарное предложение. Должно быть, как инициатива законодательная, каким-то образом реализована. Причем во всех банках. Не Сбербанк, который вроде бы это сам делает, а все банки, кто дефинансирует ипотеку, это должно быть... Да, но кто-то должен покрыть банкам, должен покрыть их ущерб от этого мероприятия. И это может сделать только государство. Только государство, конечно. Только государство. И если говорить о том, чтобы поженить проектное государство Юрия Васильевича с энергией масс, которая сконцентрирована на КПРФ, то КПРФ, я прошу прощения, то КПРФ должна в политической области обеспечивать все эти вещи. А Юрий Васильевич с движением должен сконцентрироваться на реализации этих проектов. Как только Затых где-нибудь административный или еще какой-нибудь встречает Юрий Васильевич, значит, она, политическая сила, должна развернуться и завалы преодолеть. Ну, понятно, что я говорю про ипотеку, да? Про ипотеку, которую берете на налет, это сейчас масса людей. Это отдельная тема, давайте... Денег. Значит, я что... Вот сейчас... Нет, нет, нет. Я прошу прощения, у нас времени осталось 7 минут. Юрий Васильевич должен подвести итог. И я тоже должен подвести итог. Так я нарушил наш порядок. И сейчас скажу, откуда возьмутся деньги на это все. И с этим... Сложимся? Да. Нет, не сложимся. Товарищи, мы должны понимать, что каждый из этих проектов, он направлен не на то, чтобы деньги потратить какие-то митические, а на то, чтобы произвести ценности. И это повод, производство ценностей, повод для эмиссии финансовых инструментов. Вот и все. Оттуда и деньги. Вопрос, кому здесь останутся эти ценности? Об этом мы не говорили. Главный вопрос мы вообще не говорили. Да, да. Значит, ну это отдельная тема. Если мы не все обсудили, давайте, так сказать, наметим следующую встречу и отдельно обсудим. Потому что я увидел здесь большую, так сказать, смычку. Главный вопрос не рассматривайте, извините, конечно. Вот то, что сейчас общество в том порядке, как ОН есть, кому нужно это развитие? Кому достанется все эти плюсы от развития? Вы на об этом подумайте. Давайте будем думать, запишем ваш вопрос. Давай запишите. А у вас тоже вопрос? Да. Задайте его, и я предоставлю слово после этого Юрия Васильевна. Я подвинюю долго. Помощник главного редактора газеты ЗССР. Хорщикин Сергей Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Юрий Васильевич, два вопроса. Один шуточный, с серьезной подоплекой, второй серьезный. Начну с серьезного. Значит, вот здесь уже много в выступлениях коротких вопросов звучали тревожные нотки, касающиеся ВТО, ситуации с образованием, с реформированием и много других вопросов. Вот насколько известно вдумчиво исследователям в политической сфере, вот эти все трудности, так называемые, не являются трудностями, а являются элементами программы, которая зафиксирована в договоре о намерениях прежнего президента Бориса Николаевича Ельцина с Международным валютным фондом, и потом реализованы в виде системы международных договоров. И хочу сказать, спросить, все вы записались при входе в список присутствующих? Нет? Запишитесь, пожалуйста. Если есть интерес у вас, то мы можем взять, назначить отдельную сессию по продолжению обсуждения данной темы заинтересованными лицами и ответить там дальше на все остальные вопросы. Я думаю, движение развития будет в этом заинтересовано. Потому что мы каким-то образом подключим общественные организации политические силы. И, может быть, и создастся новый лидер КПРФ, поймет правильнее диспозицию. Так, прошу вас. Я на самом деле бы начал с того, что все-таки прозвучало в вопросе, потому что действительно приоритет международных соглашений над нашим правом внутри российским, это, безусловно, абсолютный подрыв суверенитета, необсуждаемо, это глупость. Там, Соединенные Штаты Америки, они просто бы смеялись, и смеялись такое, что... Но в Украине нет у них конституции. Поэтому я дергаюсь. Поэтому это просто глупость, которую надо быстрее пересматривать, отменять и перекладывать в политические требования. Это однозначно. Но, мне все-таки кажется, у меня очень много книг по геополитике. Я очень переживаю за геополитическую субъектность. Были вопросы и так далее. И мы с коллегами, с друзьями всегда это прорабатываем. Но, но, все-таки не надо забывать нашу собственную субъектность. Вы поймите, я же, может быть, специально где-то слишком резко, полемический, для задора и прочее говорил, но я-то уверен, что здесь все присутствуют единомышленники в главном. Нам нужна страна, нам нужно развитие. Мы думаем о своих детях, внуках, и мы хотим нормальной жизни. Поэтому, в этом смысле, вопрос-то основной, как это переложить в технологию действия и движения. Вот в чем проблема. И я вижу, что здесь надо, прошу прощения за цитату, мною, неуважаемого Михаила Сергеевича Горбачева, но начинать надо с себя. Вы просто должны исходить с того конкретно, а что мы предлагаем, действие, за что мы отвечаем. Понимаете? Поэтому я просто, я в этом плане действительно не согласен с тем, что все хотят вот того, что я говорю. Если предмет набрать, очень мало, либо не понимают, либо масса людей не хочет. Масса людей, например, против Дальнего Востока возражает. Это вообще у вас антиэклопическая глупость какая-то. Дальний Восток, ну я уж не говорю там про Веллера и других, которые говорят, что Дальний Восток надо в аренду сдать. Понимаете? Эта позиция и есть. Продать там и так далее. То есть я это не к тому, что их много. Но люди-то смотрят, молодежь тоже дезориентирована, дальше говорят. Масса людей говорит, а зачем нам такая большая страна? Нужно отделить Кавказ, там потом Дальний Восток. Собраться вокруг Москвы, утроить Москву. В принципе, Москва сама по себе, я тут проживу. Как это? Она не проживет без нефти и так далее. Поэтому, на мой взгляд, я, во-первых, очень подведу итог не содержательно, все-таки, а прежде всего огромную признательность за обсуждение. Виноват. Комитету за честный выбор. Да, и комитету. Николай Николаевич. Надеюсь, никто не обидится, что, может быть, излишне полемически что-то отвечал. Но, проекты есть. Какие-то проекты неправильные, утопичные, глупые, не так сформулированные. Давайте их закрывать, нет проблем. Давайте открывать те, которые нужны. Про биоресурсы. Вот, я знаю давно эту проблему, очень переживаю за них. С Виталием Владимировичем много прорабатываю. Давайте новый проект открывать. Но я не вижу другой логики работы, кроме проекта. Без того, чтобы не было сообщества, которое будет двигать вот эту сотню проектов развития страны, я перспективы не вижу. А власть-то все абстрактно. Понимаете? Ну, можно еще один вопрос задать последний? Скажите, а вот коалиционное правительство, где коммунисты бы отвечали за сферу социальную, там, демократы или либералы отвечали бы за контроль правоохранительных органов, движение развития отвечало бы за социально-экономическое развитие, за воплощение. Вы представляете себе, такая, так сказать, структура «возможна» коалиционными совместными усилиями? Коалиция – это иностранное слово. Я думаю, она возможна, но она не нужна. Я считаю, она очень вредная. Потому что конкретные проекты – это значит личность. Если не будет конкретных личностей, ничего не будет. От того, что мы поделим пирог правительства на три части, от этого ничего почти не изменится. Вопрос-то возникает, кто что будет делать. Поэтому многопартийность – это идея, которая имеет, если даже ее принимать, неприоритетный характер. Вопрос не в партийности, а вопрос в том, что получают. Вот есть сегодня 30 миллионов молодых людей. Вот что они реально в ближайшие пять лет, какие у них будут возможности, что они получат. Вот проблема. Все остальное, партийность и прочее, это в лучшем случае технические частные моменты. А мы хотим идею правительства опять. То есть я предлагаю через дееспособность и проект развития. А мы хотим опять поделить между партиями. Я хочу просто, чтобы вы видели, корень этого вопроса заключается в чем? В нынешней предвыборной ситуации. Она в нас, так сказать, ставит перед необходимостью сделать выбор. Я пользую или одной силой, или второй силой, или вообще не делаю. Я не понимаю, Виталий Ильич, но я готов подыграть. Я понимаю, что комитет за честные выборы, но я, честно говоря, у меня к выборам вообще никакого интереса нет. В каком плане? Ну так и скажите. Нет, в каком плане? В каком плане никакого интереса? Потому что она не решает ситуацию. Нет, в том плане, в том плане, что я на выбор не иду. Поэтому я с удовольствием любой партии, любой, любой партии приду, отдам, скажу, работать с молодежью готов. Я не вижу разницы. Я пока разницы не вижу. Потому что пока у всех одно качество. Они беспроектные. А если мы вас видны, выдвинем. Вы скажете, нет, я не буду выдвинуть. Найдем куда, я уже выдвинуть. Нет, президент, это будет следующий выбор. Поэтому на этих выборах, я вижу ситуацию конкретную. Ситуацию конкретную. На этих выборах есть уникальная возможность серьезно прижать партию власти не с точки зрения, чтобы отщипать у них голоса, а с точки зрения, чтобы они в разум немножко вошли. Вот это включает. Нет, заказ. Чтобы они чуть повзрослели и чуть-чуть адекватно не стали. Потому что в катастрофе 2014 года, прошу прощения, он не будет, тот, который придет, и не будет разбираться, кто там все единый россиян, кто в КПР. Народный фронт, это же проект уже. Это проектное мышление. Народный фронт, это не проект. Почему? Почему? Объясняю. По двум причинам. Первый. Когда 6 мая Владимир Владимирович объявил о Народном фронте, а 7 мая утром уже в Ново-Огарево или где, уже собрал фронтовиков, то такой эффективности ни Сталин, ни Жуков, ни Рокоссовский не демонстрируют. Могут. Поэтому такой не бывает эффективности. Поэтому, значит, это не фронт. Плюс, когда первый вошел уважаемый Шохин, главный представитель народа, то есть руководитель профсоюза олигархов, он первый вошел, пока, прямо все показывают, то есть, что серьезный организационный. Вошел Шохин, РСПП и так далее. И говорят, вот создан Народный фронт. Ну, я как бы понял, что мне там не место, потому что я не в этом Народном фронте. Поэтому у каждого свой народ, знаете, есть олигархический народ, есть другой народ. Но главное не в этом. Главное в том, что идея-то хорошая была. Идея хорошая. Ее ряд известных людей очень постарались, чтобы извратить и превратить просто в то, что народу пообещали. Сейчас же начнется откат. Сейчас, когда эти праймерис окажутся, что людям обещали, а с кого-то и деньги взяли, уже за праймерис. И когда сейчас, я сейчас с удовольствием жду спектакли, будет день, числа 15 сентября, в каждом регионе будет по суду, по тому, по мордобою. Вот будем смотреть. Значит, я хочу воспользоваться ситуацией и сказать, что Комитет за честные выборы перед каждыми выборами проводит круглый стол, посвященный предвыборной тематике. Следите за сайтом Комитета. 30-го, по-моему, числа будет круглый стол, где будут предоставлены слова всем партнерам. Тема его известна? Подготовка к выбору. Тема его подготовка к выбору. Съезда политических партнеров. Так что участвуйте в общем нашем процессе. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.